Ну что ж, завтра литургия, Давид Джан. Расскажи, пожалуйста, нашим подписчикам, как можно к литургии готовиться. Начнем вот с такого вопроса, я думаю. Да, это очень важно. В субботний вечер посвятить размышлениям, подготовке ко встрече с Господом. Потому что самое важное, что есть в жизни христианина, это личное общение с Богом. То, как мы становимся перед Богом, это обозначает весь путь в нашей жизни, то, какими мы есть, какими мы будем в будущем. И литургия — это не что другое, как встреча, встреча с живым Богом. Личная встреча, я думаю, что как люди готовятся к встрече с очень важным человеком или с очень любимым человеком, так, я думаю, нужно готовить самих себя для встречи с Господом. Литургия — это таинство из таинств, чудо из чудес. Почему мы так говорим? Потому что мы под видом хлеба и вина причащаемся, вкушаем истинное тело и истинную кровь Господа Иисуса Христа. Этим жила церковь два тысячелетия. Это самая большая надежда на то, что мы всё-таки сможем преодолеть все препятствия с помощью Божьей, в конце-то концов соединиться с Ним, быть рядом с Ним, быть одно с Ним. Вот я думаю, что самое главное в подготовке — думать о том, что в нашей жизни нам мешает быть с Богом. Знаете, вот в нашей повседневной жизни, в разных наших делах, есть вещи, которые нам мешают быть христианом, быть в общении со Христом, быть храмом Божиим. То есть, если есть определённые привычки, грехи, то, что не то, что ты сделал, допустим, однажды, а то, что ты уже тоже стала частью твоей жизни, тот грех, который стал уже привычкой. И очень трезво, смотря на жизнь, можно понять, что на самом деле человек, который причащается к телу крови Христа, он не может эту греховную привычку иметь. Суд собственной совести говорит об этом. Священное Писание нам помогает это всё увидеть. И поэтому я думаю, что очень важно видеть это, искать это и с помощью Христова преодолеть эти преграды, эти греховные привычки, которые есть в нашей жизни. Субтитры создавал DimaTorzok